Здравствуйте, друзья! Проходим ещё одно стихотворение с вами. Это стихотворение было написано на среднефранцузском языке, это начало 15 века. И это современная версия, то есть не так, как оно было написано, но всё равно. То есть это стихотворение, которое передает дух времени и, в принципе, и тема о погоде, о том, как люди воспринимали природу. Давайте прочтём. Как обычно, первый раз я читаю в среднем ритме. Далее по строчке вы повторяете за мной, какие-то сложные моменты я обозначу, а потом в конце ещё раз уже в нормальном ритме красиво. Давайте быстро переведу. Красиво. Вообще-то оно о весне, но так у нас сейчас осень, и очень грустно. Мне кажется, представить, как меняется природа именно в весенний упор, очень приятно. Так вот, то есть время, погода оставила своё пальто. Вот так. Не очень красиво по-русски звучит, но в французском. Le temps a lissé son manteau. Какое manteau? Какое вот это пальто? Ветра, холода, вот этой вот холодной погоды и дождя. И оделась в такие вот кружево чего? Такого светящего солнца, света, наверное, красивого, да? Вот это когда, в общем, только позитивные какие-то ассоциации возникают. И дальше. Нет какой-то bet, это вообще некрасивое слово по-русски, мне не нравится, тварь. Или же, например, красавица и чудовище, там тоже la belle, la bet. То есть я бы, наверное, перевела это более красивым словом. Зверушки или какой-то живности. Нет никакой живности или птички, которые бы на своём языке, жаргоне, не пела бы или не кричала. То есть все вдруг оживились и начали и петь, и кричать. То есть тут такая конструкция ильня, и дальше тоже второе отрицание, а в русский мы переводим как нет такой птички или зверушки и живности, которая бы не пела и не кричала. Дальше. Повторение, поэтому это стихотворение нам легко заучить, потому что тут очень мало слов, в принципе. Время оставило своё пальто, ветра, холода и дождя. Дальше. Ривиэр, реки. Ну, тут одна река, какие-то источники или ручейки. Я во множественном числе перевожу, потому что там это как один, наверное, как представитель вот этого ландшафта. Но, в принципе, по-русски, наверное, не река, ручеёк и источник, а сказали бы реки, ручейки и источники. Источники и ручейки. Руисо – это ручей. Руисо – это ручейки, носят, носят, «Ампарюр жули» в красивом, симпатичном каком-то украшении, ещё бывает головной убор, что? «Гут д'аржон д'орфеверри» – серебряные капельки ювелирного украшения. То есть что-то такое в природе напоминает автору, как будто бы это произведение ювелира. И, конечно же, так как это «ривиэр, фонтэн и рюисо», это связано с водой, поэтому он говорит об этом вот именно через слово «гут» – «капли». Дальше. Каждый одевается вновь. Погода оставила своё пальто. И давайте по строчке прочтём. Когда вы будете сами работать над этим стихотворением, пожалуйста, каждую строчку произносите со смыслом. Никуда не торопитесь, каждый раз вы учите. То есть выучили две-три строки и произнесите их с чувством. Именно такое заучивание вам поможет язык лучше выучить, и, конечно, более красиво рассказать стихотворения. Он и во. Ну вот. Ну вот. Летан а-лессer со смысломен. Субтитры делал DimaTorzok И вот, какие тут интересные моменты? Ну, конечно же, манто, О закрытое в конце Хотя кажется, что звук легкий, но очень мы иногда произносим похоже на русский Дальше Вытягивайте губы, язык у вас лежит внизу и касается задней стенки нижних зубов И вытягивайте И это сложное слово, потому что надо сначала очень широко открыть рот А потом вытянуть губы резко Дальше В принципе, несложное стихотворение Если какие-то моменты вам будут сложны, пишите, дам дополнительные комментарии Это сложная строка, потому что сначала идет носовой звук Дальше открытый звук Дальше очень четко нужно закрыть И опять Открытый и вытянутый И, ну, я думаю, это все из сложности Теперь прочитайте его еще раз Вы слушайте и надеюсь, что у вас получится его выучить Le temps à laisser son manteau Et voilà Заметила, что слово fontaine Некоторые могут не очень четко n произносить, нужно четче Fontaine Voilà Как вы работаете над стихотворениями, значит, вы прочитываете стихотворение Слушайте себя, анализируйте, исправляйте Если вы выучите сразу все стихотворение, что-то там будет неправильно Есть риск того, что вы заучите И потом переучивать будет сложнее Поэтому я всегда рекомендую Вот прям по строчке отрабатывать И вот если строчка отлично получилась Вам самому или самой нравится Значит, идите дальше Свету пора журдвина Сегодня это все Хорошего вам дня или вечера И до скорого